Ещё одно важное событие в конце года на Тихоокеанском флоте. В строй вернулся после длительной глубокой модернизации единственный в составе ВМФ России корабль океанского управления и космической связи «Маршал Крылов». Пробные испытания обновлённого корабля прошли в ходе стратегических учений «Восток-2018». В столичной прессе тогда высказывалась экспертная оценка, что после окончания всех работ «Маршал Крылов» должен стать корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота. Но о том, что ремонт Крылова вдальзаводия не просто рутина, а изменение качества корабля в феврале 2018 нам рассказывал его командир. Основное предназначение корабля – это испытание нового вида вооружения, военной техники, запуск космических аппаратов, отслеживание вывода их на орбиту, ведение переговоров с Международной космической станцией. И это основные задачи. И ряд задач, которые идут дополнительно – это поиск и слежение за подводными лодками, поиск обнаружения выдачи целеуказаний по воздушным объектам, и также отражение противодиверсионных сил на случай военного времени. Затраты на такую глобальную модернизацию маршала Крылова были во многом вынужденными. Измерительный комплекс, который находится на его борту, успешно обеспечивал связь с Международной космической станцией и другими орбитальными объектами. Но в 2012 году на Тихоокеанском бассейне у маршала Крылова появился «Виз-Ави» – корабль электронной разведки военно-морских сил США Говард Лорензен. Вот он в ноябре этого года заходит в порт Якогамы. Два года после спуска на воду американские военные инженеры доводили его до ума, а в 2014 году, когда Лорензен окончательно вступил в строй, и было принято решение не строить новый аналогичный, безумно дорогостоящий корабль, а модернизировать надежного и по-своему легендарного маршала Крылова. До модернизации его чаще всего использовали для обеспечения связи космонавтов с Центром управления полетами Государственной корпорации «Роскосмос». После обновления корабль будет использоваться в том числе для отслеживания пусков ракет с космодрома «Восточный». У корабля появился новый кормовой антенный комплекс. Отремонтировали главные и вспомогательные двигатели, штурманское и радиотехническое оборудование. Надальзаводик гордятся выполненной сложнейшей работой. Возможно, что корабль будет передислоцирован на Камчатку, где он в основном и служил до модернизации, но пока он украшает главную морскую набережную в Ходи-Востоке.